Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня я приглашаю вас вместе со мной окунуться в мир бюджетной косметики и найти абсолютные жемчужины и аналоги люкса. Ну что, поехали! Давайте начнем с абсолютной бомбы, с того, что стоит практически в 10 раз дешевле, чем более дорогая альтернатива, но лично мне даже больше нравится, чем знаменитый корректор от марки Tarte. Я не являюсь его ярой поклонницей, потому что он для меня слишком такой густой, слишком сухой, слишком какой-то не пластичный и штукатурный. И, внимание, корректор от марки Lovely, это польский бренд, он более податливый, он как-то лучше распределяется, он легче ощущается и действительно стоит в разы дешевле. У них классная цветовая линейка, есть и по-настоящему светлые оттенки. У меня номер 4, я люблю такие слегка желтоватые цвета, и это именно то, что маскирует все мои несовершенства на лице и, конечно же, в первую очередь круги под глазами. Я не использую его на каждый день, потому что я предпочитаю более легкий макияж, но когда мне нужно выглядеть супер свежо, когда мне есть что маскировать, когда явные отчетливые круги под глазами или какие-то несовершенства на коже, он всегда приходит на помощь. У него большой аппликатор Jumbo, у него минимальный расход, и если сравнивать старт, он тоже когда-то у меня был, но я отдала его подруге, которые от него в восторге, ну, каждому свое. Этот не настолько сушащий, если захотите использовать его на каждый день, наносите минимальное количество, он застывает и держится точно так же, как тарт. Этот корректор обладает такими же превосходными перекрывающими свойствами, как тарт, но с той разницей, что тарт, он очень матовый, и в течение дня на мне смотрится как сухая корка, очень неприятная, от этого хочется поскорее избавиться, как-то смыть вот этот же более реалистичный и приятный на коже. Следующее это тональный крем от марки Vivienne Sabo под названием Shaka Shaka. Несколько лет тому назад у меня был Vitalumir Aqua от Chanel, и вот эти, ну, это просто то же самое. У меня оттенок 01 и 03, и сейчас зачастую я их смешиваю, но если бы я не пользовалась автозагаром, то первый оттенок это прям мой, а третий это на лето. А сейчас, когда я пользуюсь автозагаром, я мешаю, получается тоже отменный вариант. К сожалению, у меня есть только два, но я думаю, что каждый сможет подобрать для себя подходящий цвет, тем более, что это не плотное покрытие, это очень естественный освежающий макияж, и можно просто даже нанести тональный крем, уже сразу выглядишь свежее, личико светится, нет ощущения, что кожа перегружена, что она не дышит, он еще немножко увлажняет. Это прям очень хороший вариант на каждый день и на теплое время года. Я скажу вот, что мало кто может похвастаться идеальной кожей, но это не значит, что нужно замазывать все лицо. Лучше выбрать какой-то тон из категории полегче, попрозрачнее, и потом локально что-то доперекрыть при помощи корректора. Этот тон реально может подойти многим типам кожи, если вам нравится матовый эффект, просто добавьте рассыпчатую пудру. У него такая жидкая водянистая текстура, и больше всего мне нравится распределять его при помощи пальцев. Он беспроблемный, то есть намазал, он сам себе уселся, ты хорошо выглядишь, он не подчеркивает мимические морщинки, не проваливается в поры, также не подчеркивает сухость на лице, если, например, у вас сухая кожа, есть какие-то проблемные места, и также он очень хорошо выглядит в течение дня. Когда смываю макияж, я вижу, что он еще есть, и ничего не хочется поправлять. Он безупречен именно на каждый день, так как я сказала. То, что я сейчас покажу, это моя настоящая любовь, то, что меня очень сильно впечатлило, отрываю от сердца, делюсь с вами своей находкой. Это жидкие тени от марки Reluie, их линейка Reluie Pro. И вы знаете, это тот случай, когда производитель четко написал, чего стоит ожидать от продукта, и так оно и есть. В этой линейке есть разные текстуры, у меня двое матовых теней, одни сатиновые и два спаркла. Давайте начнем с матовых. Первый оттенок, в который я влюблена, это номер 11, шикарный бежевый цвет, который чуточку темнее, чем мой естественный оттенок кожи, но зато его можно использовать в качестве такого самостоятельного моноцвета на все века. Я уже потом не прорисовываю даже складку века, или его можно растянуть, и тогда получится база под макияж. Он хорошо перекрывает какие-то венки, поэтому вы можете выровнять полностью оттенок века и дальше рисовать любые растушевки, которые вы хотите. Я просто не ожидала, написано, что матовый финиш, водостойкая кремовая текстура, действительно кремовая, пигментация на уровне, легкая тушевка, да, стойкие, согласно, идеальны в качестве базы. Вот я же вам говорю, как обещали, так вот можно применять, использовать и просто наслаждаться. У меня раньше был такой же цвет, только в пудровой форме, он в упаковке кажется светлее, но на веке это один к одному. Best of Me от MAC из их линейки Powder Kiss. Они действительно более мягкие, более такие насыщенные, но это реально очень дорого. И раньше я отдельно наносила базу, потом эти тени, а сейчас у меня есть два в одном, и все стало гораздо быстрее и проще. Обожаю. Еще один красивейший матовый оттенок в номере 12 с такими же свойствами, но цвет как кофе, очень-очень сильно разбавленное молоком. Для повседневных smokey eyes, опять же в качестве подложки, очередной оттенок, который буду нахваливать в номере 22, это уже сатиновый финиш, то есть у них не металлический блеск, это ну вот серьезно, как Armani. Это вообще просто взрыв мозга, и цвет здесь такой, и вообще это, знаете, не чрезмерное свечение, это и в первый мир прокрасило межресничку или прорисовало складку века, и настолько вот прям дорого. Извините, но я настаиваю на том, чтобы вы это попробовали. Мои бюджетные находки от бренда Belor Design. Я не могу сказать, что это аналоги чего-то конкретного, но порой даже в люксе ты не найдешь настолько приятную бархатистую текстуру, это раз. А во-вторых, часто там не скульпторы в люксе, а больше как рыжие бронзеры. Поэтому давайте договоримся, что это у нас с вами будет бюджетная альтернатива именно профессиональным скульпторам с правильными цветами и с приятнейшей текстурой. Мне очень нравится формат выпуска, упаковка небольшая и сколько нам нужно в повседневной жизни того скульптора. Я много не использую, поэтому годами лежат эти средства, и ты сомневаешься, еще можно использовать или уже пора выбросить. А тут вот такой компактный вариант, не занимает много места и запросто все можешь израсходовать. Также, когда едешь в какую-то поездку и думаешь, а может я накрашусь в отпуске, забрасываешь и не утяжеляет наш багаж, в общем, всегда можно иметь под рукой и особо также не потратишься. Самые ходовые оттенки, по моему мнению, это первый и второй. Первым я чаще крашусь в повседневной жизни, когда хочется нарисовать немножко скулы себе, чтобы лицо не было одним светлым пятном. Но это, знаете, настолько вот по-настоящему, что никто не будет смотреть на вас и думать, вот что она себе нанесла на щуки, чем она намазалась. И это очень приятная текстура. Они, конечно, немного пылят, но зато хорошо набираются на кисточку и также распределяются. Очень мягко ложится цвет, без каких-то пятен и полосок. Сегодня я накрашена вторым тоном, то есть он потемнее, но тоже не сказать, чтобы какой-то серо-лиловый. Иногда в Inglot есть такие цвета, которым можно делать грим, но на каждый день это вообще очень плохо. У меня сегодня довольно яркие глаза и также для видеосъемки я выбираю цвета понасыщеннее. Но вы можете взять какую-то мягкую кисть и также дозировать этот цвет, то есть нанести его просто чуточку меньше. То есть если вы хотите что-то легкое, то первый тон и второй он прям такой на все случаи жизни, можно сказать. Наверное, сегодня сложно не заметить тени на моих глазах. Это еще одна жемчужина бюджетной косметики. Но хочу сказать, что предварительно я нанесла матовые тени от Reluie в оттенке 11, а дальше уже все из палетки от бренда Eveline. Она у меня очень давно, это 0,5 палитра и по настроению она очень напоминает мне рубиновую, вот как она называлась? Старость не радостью. Даже специально пошла нашла ее, это до сих пор мой любимый рубиновый гламур. То есть цветовая гамма где-то перекликается. Так если сравнить, видите, то новая палетка все-таки чуть более спокойная и, как мне кажется, универсальная. Здесь у нас 5 матовых оттенков, 4 из которых я спокойно могу назвать основными. То есть бежевый, переходной в складку века, нейтральный, не рыжий. Такой коричневый с легкой краснинкой. И самый темный графитовый, то есть это не черный-черный, он будет не настолько темным на глазах, как здесь в упаковке. И розовый добавляешь к макияжу, когда тебе просто хочется чего-то интересного, необычного и для разнообразия. Очень красивый, сияющий, ванильный. Можно и на все века наносить, или как у меня сегодня в уголке глаза. Вот этот по центру сегодня у меня также на глазах, и он напоминает мне мой любимый пигмент от бренда MAC в оттенке TEN. И самый темный, в моем случае для вечерних макияжей, бронзово-медный, тоже красивенный. Эти тени лучше всего наносятся пальцами, или если вы хотите, чтобы было прям так, как у меня, очень сильно сияло, тогда я много набираю на кисть, сбрызгиваю спреем и на века тогда получается так. Я довольна, очень неплохая палетка за такую цену. Еще что-то более доступное и компактное, это четверки теней, также от Evelyn, они их перевыпустили то ли в прошлом, то ли даже в позапрошлом году. Если они у вас все еще не появились, то на Makeup Store они бывают и на Makeup UA, потому что Makeup UA частенько отправляют из-за границы, в том числе из Польши. И здесь они у нас продаются в свободном доступе. У нас есть разные цветовые варианты. Одна из моих любимых палитр, это номер 4. Всегда, когда я накрашена этими тенями, вы интересуетесь, что это такое стильное, чем я накрасилась. Это всего лишь палетка за 3 доллара. Это тепловатые оттенки и также с краснотой. Не знаю, как это получается, но с ними у меня глаза не заплаканные. И у них супер пигментация, они отменно тушуются, так что да, если вы еще не пробовали, то стоит. И вторая палетка с тремя матовыми оттенками, здесь коричневый более холодный и еще и есть бронза. Можно купить две таких малышки и вообще не знать печали, экспериментировать с макияжем по-разному. Конечно же, после всей шумихи, связанной с тушью Maybelline Sky High, мне было очень интересно попробовать ее. Она наконец-то появилась в продаже в Польше, я тут же приобрела ее. Мои ресницы сейчас, мягко говоря, не в лучшем состоянии, они отрастают. И некоторые нормальной длины, а некоторые совсем коротыши, они не слушаются, они торчат в разные стороны. И многие, даже самые мои любимые туши, ну вот вообще не выкладывали их и было что-то страшное. Я предпочитала совсем не красить их, вот оставила их в покое. Потом, когда у меня появилась эта тушь, я накрасила ею ресницы, сегодня она также у меня на глазах. И я хочу сказать вот что. При том, что ресницы сейчас, ну скажем так, проблемные. Она даже при первом слое, сегодня у меня один слой туши, она делает очень красивыми ресницы. Но если ее слишком много раз наслаивать, то получается 5 ресниц, она не настолько сильно разделяет их. Я посмотрю, как она будет вести себя на моих привычных нормальных ресницах. Но тоже согласитесь, что такая себе философия накрасить и без того шикарные ресницы хорошей тушью. Я обязательно еще сделаю апдейт. Но мне кажется, что с этой тушью мы однозначно подружимся. Если вы хотели ее попробовать, если она у вас стоит нормальный денег, то, конечно же, советую. Но переплачивать и платить за нее там в 3 раза больше я бы не стала. Обычная Lash Sensational, как мне кажется, дает более такой драматичный эффект, более такие объемные ресницы делает и удлиняет. В моем случае это удлинение при помощи туши от Sky High. Также она очень хорошо их приподнимает и фиксирует в нужном положении. И она дает мега черный цвет и хорошо держится в течение дня. То есть она не осыпается, не размазывается. У меня Lash Sensational часто отпечатывалась. С этой тушью у меня нет никаких проблем. И я еще дождусь того момента, когда все уже отрастет. И потом скажу вам точно, как оно можно. Прям сделать эффект искусственных ресниц или нет. Но в целом я довольна. При том, что еще раз повторюсь, сейчас многими, даже вот моими фаворитами, я не могла нормально накраситься. Эта тушь очень хорошо себя проявила. Здесь силиконовая щеточка. И она, кстати, такая гибкая. То есть она мягенькая. Она не колет глаза. А я уже привыкла к таким жестким щеточкам. И первые дни мне было непривычно пользоваться ее. Она мягенькая, она приятная. И текстура у этой туши не сухая. Я боялась того, что многие девочки говорили, что тушь более сухая какая-то. Нет, наоборот, она такая, как я люблю. Кремовая формула, которая обволакивает реснички. И также она хорошо смывается обычным гелем для умывания. Поэтому я довольна. И как минимум сейчас, когда у меня такие странные ресницы, я прям пользуюсь ею с удовольствием. У нас с вами снова белорусская косметика. И в этот раз бренд Luxe Visage. У меня есть мой любимый суперфиксирующий прозрачный гель от Lancome. И я уже какое-то время нигде не могу купить тот гель, которым я пользовалась на протяжении нескольких лет. Ко мне пришла пиар-рассылка Luxe Visage. Там было много разных средств. И я смотрю гель для бровей. Берем, тестируем. И вот тоже указано, что это суперфиксирующий гель для бровей. Он суперстойкий. И это действительно так. Вот если бы я могла что-то изменить, я бы сделала упаковку непрозрачной. Потому что часто я наношу тональный крем и потом выкладываю волоски или поверх карандаша или теней для бровей. Потом это все будет окрашиваться и выглядит, собственно говоря, так, а то и хуже. А так, этот гель, это даже несравнимо с Benefit. Это действительно очень сильная фиксация. Он простой в использовании. Но при этом, если у вас брови, которые живут отдельной жизнью, они очень непослушные, то попробуйте этот гель для бровей. Или же, если вы любите эффект ламинирования бровей, когда бровки, типа, как аж приклеены к коже, звучит странно. Но это тренд. И мне это нравится не только сейчас, а уже там последние, наверное, года три, а то и четыре. Вот с тех пор, как я открыла для себя Lancome, многие гели, если уж ищу, то хотя бы, чтобы были похожими на него. И сейчас я уже не гоняюсь за Lancome, потому что мне нравится этот. Он выполняет все те же функции и при этом более доступен. Ну, чего еще можно хотеть? Я помню, когда был огромный хайп на хайлайтер от Анастасии Беверли-Хиллз Сам Рези. Они сначала выпустили, потом довыпустили их. И я видела только тестер. В продаже у нас их, ну, практически не было. Их настолько быстро разбирали. И поляки не растерялись, потому что выпустили и более доступный аналог, и он есть в постоянной продаже. Это бренд Paese, не Paese, а Paese. Так произносится название этого польского бренда. И он у нас стоил около 10 евро. Здесь довольно большой объем. И зацените упаковку. Это настолько стильно. Это также трендово. То есть, всякие бежево-розовые, вот все, что Кардашин там придумали, сейчас подхватывают все. И упаковка такая не слишком тяжелая, но пластик здесь качественный. Также здесь толковое зеркало, которое не искажает, можно в него краситься. Но самое главное, это хайлайтер. И вот если у вас очень светлая кожа, или если у вас розовый подтон кожи, то этот хайлайтер, скорее всего, вам не понравится и не подойдет, потому что он явно золотистый. И на сводче он суперинтенсивный. Но когда ты начинаешь полировывать его в кожу, то можно наслаивать интенсивность и также цвет. Чем больше ты его растушуешь, тем больше у вас будет такая как аж влажная кожа, сияющая. Он без единой частички. Он супер красивый. Я себе его оставила, потому что и формула необычная, нетипичная, и цвет интересный, ванильный. Вот так я бы его назвала. И это у меня оттенок, не знаю какой оттенок, наверное, он у них только один. Обязательно напишу вам все в инфобоксе. Он суперинтенсивный, и у меня, к сожалению, нет хайлайтера от Анастасии Беверли-Хиллз. Но я видела сводч, у моей подружки есть амрезия. Она сказала, да, Оль, это прям один к одному. И тоже дешевле. Поэтому, если вы очень хотели этот хайлайтер, или если вам нравятся такие, если вы их коллекционируете, если такие, то обратите на него внимание. И по цвету это также амрезия. Амрезий, если нанести чуть-чуть или сильно растушевать, то получается эффект мокрой кожи. К сожалению, амрезий нигде не доступен, но за ним уже можно не гоняться, потому что есть паэзы. Новые карандаши от бренда Эвелайн. У меня есть два оттенка. Одним я уже так хорошенько попользовалась, потому что он больше всего мне подошел. А второй темный. И я когда-то говорила, что вот если бы Эвелайн еще доработали средства для бровей, было бы круто. И они как раз больше-то как-то расширили эту категорию. И хочется их похвалить, потому что продукты достойные. Карандаш тоненький, с пружинкой. То есть можно прорисовать, прочесать. Все, как мы любим. И карандаш имеет правильный оттенок. Наконец-то не слишком теплый. Это у меня тауповый, наверное, да. Тауповый, он водостойкий. И не слишком мягкий. Я не люблю супер мягкие карандаши, которые очень сильно прокрашивают брови. Мне нравятся такие средние по жесткости карандаши. Вы можете сами варьировать там интенсивность оттенка. Можно посильнее нажать. Они не ломаются. В принципе, я уже давненько им пользуюсь. И все равно еще он не закончился до конца. Вот этот тауповый, пожалуй, будет самым универсальным серо-коричневым. Многим девчонкам подойдет. Если вам нравятся брови потемнее, вы, например, шатенка, у меня есть еще и третий. Не уверена, что есть для блондинок, но я обязательно буду искать. А третий он без намека на рожану. Так что теперь спокойно можно покупать эти средства. И они хорошо держатся. Они не стираются, не размазываются. И брови будут так, как надо. Пока вы не заходите их смыть, они никуда не убегут. Две кисточки от бренда Reluie. Тоже из линейки Reluie Pro. Одна из них в номере 4. Это натуральный ворс. Вот такая пушистенькая. Ею можно наносить и на все веко, например, какие-то тени, когда фиксируете базу. Или же основной цвет. Или прорисовывать складку века. Кисть не слишком упругая. То есть она будет создавать хорошую дымку. Все будет растушевывать так, как надо. И она не колючая. У меня есть не одна кисточка от Reluie. И они довольно прочные. Вторая кисть синтетическая. Я люблю такие кисти для кремовых текстур. Для пигментов. Когда я все смачиваю при помощи спрея. Это номер 14. И ей можно тушевать любые тени. Именно кремовые текстуры. Также растушевывать, например, карандаш. Если вы хотите сделать растяжку. Ну, в общем, универсальная кисточка. И я люблю иметь и синтетические, и натуральные. Потому что для разных текстур я использую разные эти. Вот такие. Эту помаду я показывала уже несколько раз. И вопросы так и сыпятся. Поэтому я повторюсь. Возможно, вы также ищете что-то, что будет очень сильно напоминать оттенок карандаша Pillow Talk от бренда Charlotte Tilbury. То есть, я часто обрисовываю губы карандашом. Потому что мне нужно корректировать асимметрию. Но если вы в этом не нуждаетесь, то вам достаточно будет одной помады. Это настолько освежающий цвет. Это такая приятная формула. Потому что она не слишком плотная. Она не пластилиновая. Я не переношу помады от Charlotte Tilbury. Хоть убейте меня. Но карандашу я готова поклоняться. Это очень красивый такой персиково-розово-нюдовый цвет, который подходит буквально к каждому макияжу глаз. Можно просто накрасить ресницы и добавить карандаш. С карандашом все хорошо. И можно заполнять губы. Но он, зараза, так быстро заканчивается. И он такой дорогой. Вы мне уже там насоветовали аналогов. NYX хочу купить, но его сейчас нигде нет. Я так поняла, что это сейчас хит. Но в качестве экономии любимого карандаша я только обрисовываю форму при помощи карандаша Charlotte Tilbury Pillow Talk. И дальше добавляю помаду, которая по цвету почти один к одному. То есть это настолько мизерная разница, что заметить ее крайне сложно. Эта помада не пахнет так, как все помады L'Oreal. Это ваниль на что-то сладкое. Если вас всегда смущала эта душка, то здесь ее нет. И эта помада очень стойкая. И она вот по интенсивности цвета чуть менее насыщенная, чем карандаш. Очень часто так бывает. Но иногда, когда мне лень, или я тороплюсь, или просто хочется освежить свой внешний вид, я беру помаду, раз-раз накрасила. И, кстати, я крашу губы один раз в день. Я никогда не поправляю помаду. И даже когда я снимала влог, и там смывала макияж, и карандаш, и помада были на мне целый день. А в течение дня я ем, много разговариваю. Много всего пью. И поэтому, да, это еще и стойкий вариант номер 102. Еще раз повторюсь, у нас часто бывают скидки минус 50% на L'Oreal. Поэтому, в принципе, за такую помаду это будет даже не middle цена, а вполне себе бюджетная. Супер-классная пудра от бренда Eveline. У них вышло несколько новых. Я пока что попробовала только эту. Несмотря на то, что у меня сегодня увлажняющий тон, мне нужно было припудриться чем-то таким матирующим, потому что все, что светится, сияет, не очень красиво выглядит во время съемки. Это пудра мельчайшего помола. Здесь дополнительно еще идет пуховка. То есть, она легенькая, она компактная. Вы можете даже забросить ее в сумочку и носить с собой в течение дня. Для тех, кто любит такой матовый финиш, но при этом не мертвецкий, а более естественный, потому что ее вообще не видно на коже, она белая в упаковке, но на коже становится абсолютно незаметной. Добавляете в течение дня, когда вам это необходимо, и дальше наслаждаетесь ровными порами, потому что она как-то даже слегка блюрит лицо, не подчеркивает морщинки. Иногда матирующие пудры делают что-то плохое, как будто состаривают меня на 10 лет одним взмахом кисточки. Здесь такого эффекта нет, поэтому даже если у вас кожа комбинированная, склонная к сухости, то тоже можете спокойно пробовать ее. Но, конечно, если у вас жирная кожа, то обязательно советую вам присмотреться к этой пудре, потому что она вот такая скромная, но делает большую работу, и я уверена, что вам она также понравится. И последнее на сегодня – это нейтральный нюдовый карандаш для светленьких девочек. То есть это и не рыжий цвет, и не коричневый, и не слишком розовый, и не слишком серый. Вот он какой-то такой ко многим нюдам подходит. И это линейка Luxe Visage Pin Up Ultra Matte, то есть это матовый карандаш, он как застынет, так и все. Пишет пропало, он будет держаться очень долго. Если вы ищете, например, красный карандаш или какой-то другой, у них там много, ну, крышесносных цветов и модных, и классических. Я не помню, был ли у меня 201, называется он Angel, и он вот ангельский, такой нюдовый, такой чистый, такой вот накрасил, и как будто немножко увеличил губы. Если вам, например, не хватает объема или у вас нечеткий контур, и вам хочется просто дорисовать себе, чуть-чуть вот подчеркнуть форму своих губ. У меня не ярко выраженный контур, поэтому я пользуюсь карандашами и уже думать перестала об увеличении губ. Слава богу, когда-то я попала в руки хороших косметологов, которые сказали, no way, мы тебе этого не сделаем. И сейчас отпало желание и такие мысли. Так что, если вы ищете хороший нюдовый карандаш, то вот номер 201. И бонусная рекомендация для тех, кто проживает в Польше, потому что я так и не получила от вас информации, есть ли эта марка в других странах. Это бренд NUM, тот же производитель, что и Vibo, Lovely, и у них очень красивые упаковки, цены нормальные, со скидками, так вообще, буквально даром. Я присмотрела там и блески, и матовые помады, много всего интересного. Но первое, безопасное, то, что я взяла на пробу, это тени для бровей. В красивой упаковке, здесь еще и зеркальце, ну прям супер достойное, это выглядит, ощущается в руках. Пластик не мега бюджетный, то есть, ну, вполне себе мог бы быть какой-нибудь middle market или что-то подороже. У меня никогда не было косметики от Кардаши, кто-то там еще выпускает такие, не тянет к вот этой звездной косметике, но вот это то, чем я пользуюсь часто, и меня вполне устраивает. У меня оттенок 0,6, у них там есть разные. По насыщенности они чуть более интенсивные, чем, например, Анастасия Беверли Хиллс, и здесь такой цвет, как я люблю. То есть, слегка оливковый, возможно, чуть-чуть тепловатый, ну и тауповый также у них найдете без каких-либо вопросов. Эти тени и вообще весь бренд у нас представлен в Росмане, и также надолго хватит. Я тут постаралась, у меня много чего закончилось и среди декоративной косметики и в уходе, поэтому я вот спокойно позволяю себе покупать что-то на пробу, и, слава богу, я не разочаровываюсь. Это видео я хотела бы закончить небольшим конкурсом. Мне хочется поделиться с вами, потому что благодаря вам, благодаря тому, что вы смотрите эти видео, мне присылают разные пиар-рассылки, и так как я уже опробовала то, что находится в этой коробке, я хотела бы поделиться с вами. Я хочу вам сказать, что это видео не спонсировано ни одним брендом, я показывала то, что есть в моей косметичке, то, чем я пользуюсь, но мне было бы очень приятно подарить такой набор косметики одной моей зрительнице. Я знаю, что многие со мной годами, и я отправлю этот подарок, конечно же, за свой счет в любую точку мира. Мы с вами еще договоримся, это будет в этой коробке, или, возможно, как-то переложу, чтобы не было никаких претензий на таможню, чтобы никто этого не распечатал, но, тем не менее, здесь, вот знаете, такой набор, который понравится каждой девочке. У меня есть все, что вы здесь видите. Это подарок от бренда Эвелайн, они прислали мне и поддержали в той ситуации, в которой я нахожусь, мне очень приятно, но, так как я уже знакома со средствами, я думаю, что нет смысла все это складировать, как-то жадничать, поэтому я устраиваю конкурс, в котором можно выиграть палетку. Очень люблю ее для повседневных макияжей, этих блесков у меня было несколько, я закончила их, это лип максимайзеры, вот такие не совсем полупрозрачные, то есть, они дают легкий оттенок и покалывают губы какое-то время, ну, в общем, прикольный такой вариант увлажнения со спецэффектами. Карандаш для бровей в тауповом цвете, универсальная помада тоже таупового оттенка у меня для блондинок тоже есть и такая же тоже есть, фиксирующий гель для бровей тоже люблю его, база под тушь варитая, которую я покупала и вам советовала, и сама покупаю тушь варитая, еще и подводка, которую мы с вами сегодня еще не обсудили, но она у меня также есть, и, между прочим, классная интенсивная черная стойкая подводка. В общем, желаю вам удачи в таком розыгрыше, и, да, пусть вот так, без повода у нас с вами будет конкурс и в этом видео почему бы и нет. На этом мы с вами будем заканчивать, я надеюсь, что вам сегодня было со мной интересно, вы узнали что-то новое. Не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень-очень приятно, я вас крепко целую, обнимаю, пока-пока, до новых встреч совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok